добрый вечер дорогие друзья дамы господа подписчики и гости канала сегодня среда 29 июня 22 года я вас приветствую из мадрида и продолжаем говорить о политике всюду-всюду-всюду в городе полиция в центре города сейчас мимо про это опять очередная машина вот видите я питалась салатом на террасе под дурный автомат в полном смысле слова то есть всюду ходят всюду в центре города ходят автоматчики и внимательно наблюдают затем не собираемся ли мы совершить что-то нехорошее или откровенно плохое я никогда не видела такого стечения полиции честно говоря это первый раз жизни потому что брюсселе постоянно проходят различные саммиты на будничной основе и никогда 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 нет такого столкотворения до определенные здания окружены но не более того ведь опять едет целая колонна целая колонна едет опять и и все время так то есть брюсселе есть отдельный квартал где действительно все перекрывается туда можно войти здание евро институтов можно войти только с аккредитацией и только по удостоверению но город продолжать в принципе жить своей жизнью и допустим мы все знали прекрасно где останавливается ангела меркель но там рядом с отелями стояли автоматчики я предполагаю там были секретные службы там были агенты но это было не нарочито никогда ничего нарочитого не было не было бы так как сейчас как-то просто такое ощущение что в городе оккупанты не очень жаль я должна сказать эти резкие слова потому что это совершенно ненормально я считаю когда глава государственной правительности приезжают что вот так вот фигурировала полиция просто как будто бы в городе действительно оккупация и всюду автоматчики то есть ну я не знаю и меркель и другие главы государственной правительности жак ширак и но представляли себе где они останавливаются в каких отелях но мы не видели никогда чтобы у входа в отель их стерегли автоматчики такого не было бельгийские секретные службы или бельгийские службы делали все это очень дискретно уверена что их охраняем так не с такой бравадой здесь вот видите мне просто через каждые пять метров вот опять полицейская машина для устрашения народа нет на такое ощущение что просто действительно это какая-то оккупация то есть ну я представляю себе вот так вот наверное охраняют диктаторов но наверное вот так вот охраняли пиночета ну то что современные лидеры собираются на обед и вот вот так вот их охраняют я думаю что это бескорбно это честно бескорбно потому что опять опять постоянно то есть это непрерывный поток и смотрите это непрерывный поток они все устремляются в этот квартал где находится музей правда правда некоторые могут подумать что я и в курсе что он не называется правда нет я знаю я знаю что это не то же самое что сумка правда дорогие друзья ну что я могу сказать конечно мне это удивительно потому что я не стала не предполагала что это будет именно так и этот обед который я считаю абсолютно выходящим за рамки нормального потому что безусловно я предполагаю что они могли посетить этот музей для них могли закрыть на пару часов а сделать экскурсию для глав государства правительства безусловно это прекрасно если они интересуются искусством я согласна с тем что допустим на три часа можно закрыть музей для них они посмотрят коллекции уйдут но почему там надо устраивать торжественный обед кстати уже reuters выложил съемку начало обеда как там в первых рядах урсула любимая многими глаз но и только там также супруга султана эрдогана вы знаете я первый раз увидел в германии тоже на мероприятии нато на одном юбилее и я сначала даже не поняла что это за женщина одеты как космонавт юрий гагарин потому что у нее на голове такой шлем женщина со шлемом на голове но потом когда уже вокруг нее стали суетиться разные люди я поняла кто да очень своеобразно одетая женщина такой я бы сказала забинтованной головой но она тоже пришла в своем стиле забинтованной головой как приятно ортодоксальным если можно сказать можно нет наверное ортодоксальным сказать классическим мусульманом в турции ортодоксально это другие религиозные люди но вот она в таком виде она в таком виде пришла на этот обед званый обед опять своим своем шлеме а-ля юрий гагарин и там также был шар шель то есть там был евросоюз вы знаете что касается сегодняшнего дня я сделаю отдельный материал но вы все уже знаете все уже знаете в существе и политики это все уже вам рассказала понедельник ничего нового для вас для моих подписчиков нет потому что все в русле все в русле россия брак и мы поговорим еще о том что это значит для всех нас куда все стремится туда все уходят к сожалению да это настоящий фарс я считаю что это фарс дорогие друзья сейчас опять полиция боже мой что же происходит что же творится очень красивый город необыкновенно красивый и очень величественный и все было бы прекрасно если бы не этот злосчастный обед который как полагают некоторые жители столицы был инициирован президентом макрона сейчас очень много очень много людей но вто же время очень плотная толпа на все время в то же время она необыкновенно дружелюбная здесь очень другую люди очень дружелюбные очень церемонны очень вечно и я теперь очень высокого мнения о Мадриленосу, жителях Мадрита. Действительно, они очень приятные. И вот все люди, которые скупали со мной беседу, наполовину на французском, наполовину на испанском, вернее, на 80% на французском и на 20% на испанском, но тем не менее мы друг друга понимали. Я считаю, что это было очень мило со стороны, что они со мной так общались, они были не обязаны мне все это объяснять, что они думают про Макрона, что они думают про этот обед. Что они думают про другие, другое развитие события. Кстати, сегодня в бестро я ела русский салат без проблем, он в меню, русский салат, очень вкусный. И это не салат оливье, там нет никакой колбасы ужасной. Ну, такой вот зеленый салат. Если кому интересно, я могу выложить рецепт. И да, никаких проблем с этим нет у народа, у народа проблем с этим нет. Поэтому то, что кто-то был недоволен тем, что русский салат подавали, судя по всему, в НАТО, в пресс-центре, то это их проблемы. Потому что я понимаю, что это особенность кухни, то же самое, что во Франции. Я могу заказывать яйца по-русски. Это блюдо, это известное блюдо, яйца по-русски. В России такие яйца не едят. Но это тип салата, то есть это яйца, фаршированные яйца. И там, яйца по-русски, они в меню. В Брюсселе можно сделать себе русские ресницы или также русские ногти. Но мне некогда, как вы знаете, потом мне это уже не поможет. Это не скроет моего ядовитого характера. Поэтому я к таким ухищрениям не привлекаю. Да, здесь идут ремонтные работы на этой площади. Я посмотрю, когда закончится время этого сегмента. Очень много, очень много людей с собачками. Это очень мило. Очень много симпатичных собачек. Я также успела уже подать милостыню обществу, которая ходила по городу с собаками и собирала милостыню. Я считаю, это очень хорошая инициатива, кстати, для российских зоозащитников. Тоже надо выходить в город. И они пользуются большим успехом, потому что, когда люди видят несчастных собачек, то они, конечно, очень рады подавать. А кому подавать? Нашим лидерам, которые такое устраивают и обедают, как великие сеньоры за счет налогоплательщиков. Нет, я считаю, что это был ужасный день. Опять полиция. Дорогие друзья, полиция все время, все время, смотрите. Они все время разрешают. Я считаю, что это очень неудачный момент. Потому что это создает впечатление того, что мы просто в какой-то диктатуре. Потому что народ сам по себе и правители сами по себе, они так опасаются, что народ совершит что-то предусудительное. Ну, я говорю мягко, я говорю мягко, потому что этот канал, как вы знаете, опять и здесь, посмотрите, и здесь стоит автомобиль. Вы видите синий свет? Это просто катастрофа. Я считаю, что это просто катастрофа. Такое количество полиции, они должны как-то дискретно это были делать. А потом вообще, я считаю, что эта идея с музеем совершенно неудачна. То есть, да, конечно, они могли прийти в музей, но не устраивать там этот обед на манеру средневековых сеньоров среди шедеврых искусств. Это я разделяю точку зрения, я об этом подумала. Я разделяю точку зрения местных жителей, что, скорее всего, это инициатива Макрона, потому что у него характер и такие тенденции. Жаль, что здесь стройка. Ну, что делать? Очень много людей сейчас, но вечером, да, действительно, в Мадриде много людей. Судя по всему, это их стиль жизни. После 9 часов здесь большая толпа. Днем здесь практически никого нет. Ну, мало людей днем. Конечно, 31 градус не здесь сегодня был. Дорогие друзья, я вижу, что уже почти 15 минута. Я прекращаю это вещание. Я надеюсь, что вы со мной славно прогулялись по Мадриду. И прочувствовали эту обстановку с полицией на каждом салоне. Как прочувствовала ее я. Но я еще ела русский салат, дорогие друзья, под дулом автомата. Это были незабываемые ощущения. Рекомендую. Всем доброго вечера и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok